Мы готовим закуска из мидии. Мидии гратинованные. Итальянский рецепт, популярный очень. По-итальянски коци гратинате. Сначала нужно открыть мидии и выложить на тарелку. Остальные все ингредиенты будут в описании внизу под видео. Постарайтесь брать коци побольше, потому что так получается они намного вкуснее. Вместе с мидиями я делаю также и помидоры и получается красивая и вкусная закуска. Нужно сделать вкусную начинку. Берем сухари, добавляем тертый сыр пармиджано-риджано в сухари, перец молотый черный. Нарезать очень-очень мелко петрушку из чесноком. Чем меньше, тем вкуснее. И добавляем в начинку. Чеснока почти не видно. Видите? Один зубок я положила. Поливаем оливковым маслом и добавляем воду из мидий, которую мы сначала перецедили через сито. Понемножку добавлять эту воду, потому что она очень соленая вместо соли и пармиджано-риджано тоже соленый сыр. Все хорошо перемешать до консистенции каши. Вот такая кашица должна получиться, когда берем на ложку и переворачиваем вверх дном. Она держится. Должна иметь достаточно влажности. Начинка готовая. И одной и той же начинкой будем начинять мидии и помидоры. Противень устелить бумагой для выпечки. И на каждую мидию ставим по одной чайной ложке начинки. Очень сильно не прижимайте. И вот так внимательно, чтобы не вылить воду из мидий, из ракушки, делаем все мидии. Я ставлю на одну сторону противня мидии, а на другую сторону противня помидоры. Помидоры перед этим нужно помыть, разрезать на две части и чайной ложкой я убираю семя. И вот так получаются такие два кармана, куда можно ставить начинку. Так же само начиняем помидоры, как мы начиняли мидии. Сейчас у нас уже готовые мидии и помидоры. И я натираю немножко лимона, шкурку желтую. Вот так на весу, куда упадет, туда упадет, это не важно. Немножко на мидии, немножко на помидоры, немножко на противень. Совсем немножко шкурки желтой от лимона. Лимон даст свой еле-еле слышен запах. Не обязательно лимонную шкурку давать, но так вкуснее намного. Сейчас ставлю в духовку под гриль на 10-12 минут. Только мидии и помидоры, ихняя начинка начала менять цвет немножко. Готово уже. Или включите вентилятор в духовке. И тогда получится тоже корочка. Прошло 12 минут и наша антипаста или закуска готовая. А, и еще. Температура в духовке должна быть 190-200 градусов. Сейчас можно класть на тарелке или на поднос, как я. Обязательно посыпать петрушкой, мелко нарезанной сверху. Получается очень красивая и вкусная летняя легкая закуска или антипаста из мидий и помидор свежих. По желанию, можно полить сверху тоненькой струйкой масло оливковое первого отжима. Кушайте на здоровье, угощайте родных и близких. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео. И до встречи в новых видео. Спасибо вам за просмотр. Удачи всегда и во всем.